Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова, ведущий сурдоперевода Хасан Исраилов. Добрый вечер. И прямо сейчас некоторые сообщения этого выпуска. Станем ближе. Глава государства прибыл с государственным визитом в Узбекистан. Что обсуждают лидеры двух стран и какие соглашения подпишут, расскажем. Дело фараонов. Судебное разбирательство началось над известными вайнерами, обвиняемыми в создании и руководстве Финпирамидой. И как по маслу едкая жижа затопила территорию Узкоменогорского маслозавода. Итак, Касым Жумар Тукаев прибыл в Ташкент с государственным визитом. Материал готовится сейчас к эфиру и выйдет чуть позже. Оставайтесь с нами. Сейчас расскажем далее. Тем временем, мажоресмены одобрили несколько законопроектов. После долгих обсуждений и споров депутаты приняли такие, наконец, документы о восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц. Ожидается, что воспользоваться процедурой населения сможет уже в январе будущего года. Также народные избранники проголосовали за поправки в закон о здравоохранении. Теперь в стране сократят сроки уголовного наказания и размеры штрафов для врачей за причинение вреда здоровью граждан. Ну а самим пострадавшим будут выплачивать компенсацию. Это станет возможным за счет внедрения страхования профответосвестственности медработников. Размер взноса будет уже зависеть от риска той или иной профессии и в среднем составит от 6 до 70 тысяч тенге в год. Первое время оплачивать страховку будет госказна. А уже с 25-го года планируется перейти на солидарное страхование. Кроме того, в случае смерти пациента реальный срок заменят ограничением свободы. При этом глава Минздрава заверила, что качество оказываемых услуг от этого не пострадает. Остается статья за неоказание медицинской помощи. Туда не входим, никакие внесения изменений не будет. А также за халатность. Поэтому говорить, что это приведет не к оказанию помощи, а халатности, это, я считаю, неправильно. Это отдельная статья, когда без умысла оказана медицинская помощь, но без умысла нанесен вред здоровью человека. Госсобственность Казахстана планирует вернуть промышленные активы. Премьер-министр провел заседание комиссии по демонополизации экономики, в частности отдельных сфер оказания. Грузовых, железнодорожных услуг. Альхан Смаилов подчеркнул, что по каждому случаю нужны конкретные результаты. Члены комиссии должны качественно прорабатывать озвученные на заседании предложения с учетом экономических интересов страны. Премьер поручил обеспечить качественную проработку решений комиссии в отведенные сроки. В стране выявлено свыше 5000 владельцев недвижимости, которые сдают жилье в аренду. Из них свыше 1700 в налоговых органах не зарегистрировано. Об этом сообщили представители комитета госдоходов на брифинге, посвященном борьбе с синевой экономикой. Они отметили также, что пока действуют моратории, налоговые органы не могут их проверять. Но имеют возможность увидеть количество арендодателей в рамках контроля миграции иностранцев. КГД рассказали и о том, что 29 тысяч казахстанских чиновников до сих пор не отчитались о своих доходах. О финансовых поступлениях госслужащие должны были отчитаться еще в сентябре. Их предупредили об ответственности. Напомню, всеобщее декларирование доходов стартовало в стране с 1 января прошлого года. Первыми отчитались госслужащие, приравненные к ним также лица и их супруги. Фактически поступило декларации более 570 тысяч деклараций. Были факты непредоставления деклараций, тех, кто должен был сдавать. Таких было 39 тысяч. Всем им были выставлены соответствующие уведомления. По итогам этих уведомлений данные налогопротечщики сдали декларации 10 тысяч. Более 10 тысяч человек сдало. По остальным 29 тысяч, чем сейчас выясняются обстоятельства. С нового года налоговые органы начнут контролировать мобильные переводы госслужащих и работников квази-госсектора. Об этом заявил представитель Минфина Даниар Жаналинов. С 2024 в этот список войдут индивидуальные предприниматели, а с 2025 года все казахстанцы. Но, к слову, речь не обо всех переводах, а только о тех, которые будут соответствовать определенным критериям. Информация в КГД поступит, если количество переводов в месяц превысит сотню. И только в том случае, если они будут повторяться три месяца подряд. Продолжаем выпуск. В Алмалинском суде Алматы началось рассмотрение резонансного дела по факту создания и руководства финансовой пирамидой Мударабах Кэпитал. Первое судебное заседание прошло в онлайн-режиме. К видеоконференции подключилось почти 100 участников. Очевидно, что по этой причине во время судебного заседания возникали серьезные технические неполадки. Вот один из участников процесса, который представлялся адвокатом, попросил провести заседание все-таки оффлайн. Однако судья Камшат Саурова отклонила его ходатайство. В незаконной инвестиционной деятельности обвиняются 12 человек. Среди них известные в нашей республике вайнеры. Миржан Турибаев и Мирхан Ширниязов. Еще двое подозреваемых, в том числе известный вайнер Азимжан Сайтбаев, скрылись и объявлены в международный розыск. После предварительного рассмотрения дела начнется главное судебное заседание. Ну и вернемся к тому материалу, о котором мы рассказывали в самом начале выпуска. Порядка 40 соглашений и меморандумов на 2,5 миллиарда тенге подписали на правительственном уровне Казахстан и Узбекистан. Одни из самых приоритетных это соглашения по развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между городами Самаркандом и Туркестаном. Кроме того, планируется запустить отдельную дорожную карту с конкретными инвестпроектами и торговыми контрактами в сфере сельского хозяйства. Обо всем подробнее на прямой связи расскажет моя коллега Динара Жаматырова, готова выйти, она сейчас на связь. Динара, как слышно, здравствуйте. Добрый вечер, Лаура. Буквально только что начался государственный визит Касымжима от Тукаева в Узбекистан. Президентский борт буквально только что приземлился в международном аэропорту Ташкента. Его лично встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Тем временем в рамках государственного визита в столице Узбекистана состоялся казахстанско-узбекский бизнес-форум. По словам организаторов, поступило очень много заявок, зная, что даже не всех успели зарегистрировать. Стороны подписали порядка 40 документов на 2,5 миллиарда долларов. Цифра на самом деле историческая для обеих стран. Более того, в присутствии глав государств планируется подписать еще ряд документов примерно на 6-7 миллиардов долларов. Остановлюсь подробнее на некоторых подписанных документах. Почти на 1,5 миллиарда подписана программа, которая поможет увеличить взаимный товароборот между странами в сфере АПК. Компания «Шевролет» будет поставлять в нашу страну машинокомплекты и некоторые компоненты на 500 миллионов долларов. Более того, Узбекистан, который славится текстильной промышленностью, поделится своей технологией производства. В планах построить в Шемкенте текстильный комплекс почти на 100 миллионов долларов. Будут развивать в стороны новые логистические цепочки, что, кстати, очень актуально. В наше время Казахстан и Узбекистан построят новый мультимодальный транспортно-логистический центр в Узбекистане. Кроме этого, отмечу, что был подписан ряд документов по геологоразведке в сфере энергетики и культурно-гуманитарной сферах между Хакимиатом города Самарканд и Акиматом города Туркестан. Впрочем, подробнее об этих проектах я предлагаю послушать в интервью Селика Жумангарина. Большое соглашение будет подписано здесь инвестиционное по строительству в Новои Фергане завода по производству удобрений. Там участвует Казфосфат с казахстанской стороны и с узбекистанской стороны предприятия соответствующие. Большие проекты в области энергетики. Казахстан с компанией ERG и узбекское предприятие строительство электростанции угольной 2 гигаватта мощностью. Это 5 миллионов тонн поставки угля с казахстанской стороны, 3000 половагонов, 25 тепловозов. Главы государства нам дали поручение довести товарооборот до 10 миллиардов. Я думаю, в этом году мы уже отметку в 5 миллиардов пройдем. Пока такого уровня подписания у нас в взаимоотношениях не было. Ну и только что вы смотрели материал, подготовленный моей коллегой Динарой Жанбатыровой прямиком из Узбекистана. Там продолжается визит нашего главы государства в Узбекистан. Продолжаем выпуск, теперь перейдем к другим сообщениям. Некачественный ремонт дорог местного значения выявили в Костанайском регионе. Дефекты были обнаружены при проведении специальной проверки. Эксперты отобрали свыше тысячи проб дорожного покрытия. Оказалось, что почти половина из них не соответствует стандартам. Проверяющие также выяснили, что строители не придерживаются требований при использовании дорожно-строительных материалов. Именно поэтому асфальтное покрытие и железобетонные конструкции имеют массу дефектов. Несоответствие нормам имеется также и в некоторых пробах, которые взяты с трасс республиканского значения. Вот по итогам проверки подрядчикам выдали предписание и обязали переделать 29 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Вся работа им обойдется в 270 миллионов тенге. Подрядчики зачастую закупают более дешевый материал, что является некачественным. Где-то бывает происходит нарушение технологий производства работы. Тем самым влияет также на качество. Ну а вот в Шимкенте ремонт поливного канала КОК превратился в долгострой. Работы там ведутся уже второй год. Однако объект пока еще даже не думают вводить в эксплуатацию. Подрядчик сейчас в суде выясняет отношения с управлением развития комфортной городской среды. Только вот аграриям от этого как-то легче не становится. Канал обеспечивал поливной водой 1400 гектаров земли. Летом этого года сельхозтоваропроизводители заявили о критической ситуации. Им нечем было поливать урожай. И тогда местные власти приняли решение подвести обводной канала. Подрядчиков оштрафовали на 21 миллион тенге за несвоевременную сдачу объекта. Задержку бизнесмен объяснил резким подорожанием цен на стройматериалы. 370 миллионов бюджетных денег ему не хватило, чтобы привести канал в порядок. А кто вот будет заканчивать работу, теперь уже решит суд. С осенью же мы уже начали в суд отправлять. Сразу приостановили все и в суд отправили. Штраф наложили. Если суд решит, что этот недосовестный список войдет, то этот канал уже будет другой подрядчик делать. Маслянистая, буквально разъедающая обувь жидкостью затопила территории вблизи Усть-Каменогорского маслозавода. Об этом сообщают местные экоактивисты. И вот увиденные они зафиксировали на видео, направили материалы в профильный департамент экологии, а также в природоохранную прокуратуру. Началась внеплановая проверка предприятия. Напомню, местный маслозавод уже штрафовали ранее, из-за слив неочищенных сточных вод в реку Иртыш. В этом случае результаты экологического ущерба подсчитают после всех необходимых расследований и лабораторных исследований. По предварительным данным можно сказать, что данный сброс произошел в результате затора канализационной сети, в ходе которой произошел излив из колодца и была загрязнена данная территория, участок. В прошлом году мы привлекали маслозавод за загрязнение рельефа местности. То есть, опять же, был канализационный коллектор. На 1984 году ушел из жизни видный ученый-философ, общественный деятель, депутат Мажелиса II и III созывов Амангильдэ Айталэ. Соболезнования родным и близким выразил глава государства. Я процитирую имя и светлый образ Амангильдэ Абдрахманулы, который оставил яркий след в истории страны своим неустанным трудом, способствуя ее процветанию, навсегда останется в нашей памяти, говорится в Телеграме. Продолжим. Казахстан в этом году поднялся с 80-го на 65-е место в рейтинге по гендерному равенству Всемирного экономического форума. Его специалисты отмечают плодотворное сотрудничество со структурами ООН. Это ООН, женщины, программы развития ООН, фонд народонаселения при ОБСЕ. Активное участие позволило добиться значительных успехов в расширении прав и возможностей женщин, а также профилактике бытового насилия. Специалисты и далее намерены работать в трех основных направлениях, в их числе укрепление национального законодательства и системы образования гендерно-ориентированными подходами. А также правозащитники выступают за исключение дискриминации женщин, расширение их экономических возможностей, ну и продвижение в политику. В прошлом году было принято прогрессивное решение Казахстана по полной отмене списка, который ограничивал применение труда женщин. И сегодня мы говорим о наличии разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами, где-то в процентном соотношении это 22%. Но тем не менее мы сегодня говорим о расширении возможностей и предоставлении равных возможностей мужчин и женщин в участии в общественно-политической жизни. В Астане продолжает работать первый центрально-азиатский медиафорум. На одной из панельных сессий эксперты обсудили вклад креативных индустрий в экономику страны. По словам экспертов, эта сфера деятельности считается одной из самых динамично развивающихся в мире и ежегодно приносит почти 2,5 триллионов долларов. По прогнозам ЮНЕСКО, сектор креативной индустрии в среднесрочной перспективе может вырасти до 10% ВВП в мире. В Казахстане же ее доля в структуре ВВП менее 3%. Но в прошлом году была утверждена концепция развития креативной индустрии на ближайшие три года. Говорили на форуме также и о перспективах регионального сотрудничества. Основные выводы, сделанные на нашей сессии, заключаются в том, что роль международных организаций, тем не менее, она возрастает, потому что именно в рамках этих организаций возможно решение, ответы на вызовы нашего времени, потому что именно они являются теми узловыми компонентами, элементами международной системы, в рамках которых возможно решение многих вопросов глобальных. Подробнее о работе Центрально-азиатского медиафорума узнаете в нашем ток-шоу «Итоги» и сразу же после этого выпуска новостей. В завершение расскажем. В Казахстане пройдут 12 турниров Беркучи. Таковы планы Республиканской Федерации Кузбегалек на следующий год. Его утвердили активисты. Объединение на итоговой конференции подвели итоги года. И вот лучшие Беркучи получили грамоты и подарки. Кроме того, члены Федерации обсудили проблемы этого вида спорта. Например, транспортировку пернатых на соревнования. У нас есть ряд общих вопросов. Например, о том, как сложно Беркучи с ловчими птицами приезжать на соревнования. Их питомцев нельзя перевозить на самолете или поезде, только на автотранспорте. Это не всегда удобно и безопасно. Эту проблему нужно донести до правительства и решить. И вот к этому часу все новости. Я напомню, вы всегда их можете найти в любое время на нашем официальном сайте. Хабарки Зе также в социальных сетях. Это Facebook, YouTube, Instagram.